Всем привет! Добро пожаловать на мой канал All Out Lady Ritz, где я рассказываю о книгах, которые я читаю и планирую прочитать. Сегодня мы с вами поговорим о ещё одной книге, которую я недавно закончила, и эта книга называется «Внучка» автора Берхеншлинг. Поговорим сначала об авторе. Как всегда, Берхеншлинг — это немецкий автор, ему сейчас около 78 лет. Он является писателем и юристом по совместительству. Он закончил юридический факультет и работал по профессии, а в свободное время сначала вместе с другом, а потом и самостоятельно углубился в писательство. По себе он начал делать успехи на этом поприще и снискал мировое признание. Прежде всего, я думаю, что мне он запомнился по роману «Чтец». Это неоднозначная история, которая рассказывает об отношениях женщины и подростков в Германии в послевоенное время. У них завязываются отношения, и мальчик читает своей любовью, своей любовнице книги. Поэтому само произведение называется «Чтец». Неоднозначная почему, наверное, прежде всего, и соотношения между главными героями, которые, по сути, незаконными могут считаться, и тем, что история у нас развивается в двух параллелях. Первая параллель — когда мальчик был молодым совсем. Ему, наверное, лет 15-16, мне кажется. Точно не знаю, не помню, не буду обманывать. И вторая параллельная линия — это когда он уже вырос. И вот в этой будущей линии там эту женщину судят за пособничество нацизму. Она была надсмотрщицей в одном из лагерей. И в данной сюжетной линии раскрывается непосредственно тема вины за преступления, совершённые в годы нацизма. Если честно, я больше помню фильм «Чтец» с Кейт Уинслет. Они там прекрасно сыграли с её партнёром. И фильм такой графически сочный, красивый. И она, по-моему, получила Оскар за эту роль. Эта картинка фильма вытеснила у меня картинку книги, несмотря на то, что книгу я читала позже. Возможно, то, что я не запомнила особо книгу, говорит за само за себя. Она не была настолько выдающейся, настолько яркой. Но и отвращение какого-то она меня не вызвала. Просто осталась в череде прочтённых. Помня, что Берханшлинг, в принципе, автор, который создал некое произведение, которое мне отдалённо нравилось. Я увидела его новинку. Ну, так сказать, новинку. В 2021 году вышла эта книга. Внучка, которая называется. Посмотрела, что она замечательно оформлена. История какая-то интригующая. И решила, что нужно её прочитать. Ещё раз открыть для себя автора. Как бы уже взрослыми глазами. Скорее всего, со штецом я познакомилась, когда мне было лет 18-19. Что-то такое университетские годы, самые ранние. Сейчас уже совсем другими глазами смотришь на многие вещи. Уже много чего знаешь и переосмыслил. Поэтому хотелось как-то по-новому оценить, что пишет этот человек. И я взяла внучку. Что скажем про книгу? Как вы видите, я избавилась от суперобложки. Она была такая наполовину этой книги. Она мне не особо была нужна, не особо пригодилась. Я оставила вот такую прекрасную графичную картинку. Она мне больше нравится. Я даже почти под неё оделась сейчас. На ней изображена у нас непосредственно девочка. Мы так понимаем, что это и есть внучка. И в чём же заключается сюжет? Несмотря на то, что в основном мы следуем за одним и тем же главным героем, Каспаром, я бы сказала, что тут два главных персонажа. Это Каспар и Биргит. Давайте небольшую экскурсию в историю сделаем. Что после Второй мировой войны Германия была раздавлена на две части. Это Восточная Германия, которая контролировала в основном страны коммунистического толка. Это Советский Союз непосредственно. И там всё устроилось по этому коммунистическому укладу, стремящемуся к социализму. И вторая часть — это была Западная Германия, которая была под контролем стран Запада. США, Англия, возможно, Франция. Точно не помню. Я историк, я точно не помню. И, естественно, там совершенно разные были уклады жизни. Из Восточной Германии люди не могли уходить в Западную Германию. Это считалось диссидентством, перебежеством. Это осуждалось, не допускалось. Между двумя этими странами была граница, которая строго контролировалась. Хотя они пускали туристов для того, чтобы те посмотрели на Восточную Германию, как хорошо живётся при коммунизме, чтобы все тоже заражались этой идеей, и наоборот хотели переехать в Восточную Германию. На самом деле входило так, что были люди, которые туда, видимо, тоже хотели переехать, в Восточную Германию под влияние какой-то идеологии. Но мы как бы видим в книге больше тех, кто хочет, наоборот, сбежать оттуда, сбежать в Западную Германию. Такое положение идеолога существовало до 1990 года, когда в ГДР и ФРГ объединились единые государства Германии, которые мы её сейчас знаем. В промежуток между этим временем получается, что находились такие напряжённые отношения между двумя половинами, точнее, между двумя контролирующими эти территории страны. И Бергет жила у нас в Восточной Германии, а Каспар жил в Западной Германии. Как-то раз Каспар решил с экскурсией также поехать в Восточную часть Берлина, посмотреть, как живут там люди. И там он видит в толпе Бергет просто замечательную красотку, в которую он тут же влюбляется. Волею судьбы или просто каким-то стечением обстоятельств они снова встречаются через какое-то время уже в другом месте, и завязывается у них дружба, весёлый разговор. И они ходят целый день вместе, практически не расставаясь, обсуждают что-то, разговаривают. Они нравятся друг другу. Каспар понимает, что он хочет жить с этой женщиной, и как-то нужно это решать вопрос. Он предлагает идею того, что он переедет в Восточную Германию, потому что из Западной Германии это легче всего сделать. Но она отвергает эту идею, она не хочет оставаться в Восточной Германии. Поэтому у Каспар нет других вариантов, кроме как организовать ей побег. Какими-то правдами, неправдами. Он добывает ей паспорт фальшивый, она выезжает как будто в экскурсию в другую страну, по-моему, в Чехословакию или Венгрию. И оттуда уже по этому большему паспорту она уезжает в Западную Германию, как будто она гражданка той страны. После этого Каспар и Биргит вместе начинают жить. Они начинают постепенно обустраивать свой быт. На этом истории их знакомство заканчивается. Вот мы видим как бы введение у нас такое в историю этих двух любящих людей друг друга. И затем мы переносимся в реальность, где Каспар и Биргит уже 60, 2000-е плюс-минус годы. Точно не говорится об этом, но там уже есть сотовые телефоны, какие-то айфоны. Поэтому что-то ближе к реальности. И в этой реальности Каспар и Биргит, в общем-то, не очень счастливы. Каспар работает в книжном магазине, в собственном книжном магазине. Ему это нравится очень дело. А Биргит всю жизнь искала себя. То она гончарным делом занималась, то она поваром работала, а вот теперь она занялась писательством. При этом Биргит ещё находится в состоянии некой депрессии, которую Каспар не может понять и помочь чем-то своей жене. Это выражается в том, что у неё развилась большая алкогольная зависимость, очень сильная алкогольная зависимость. Мы видим, как Каспар описывает это ужасное чувство, которое возникает у него при мысли о том, что ему нужно возвращаться домой. Он мысленно проигрывает, как он возвращается домой, снова видит её, возможно, уже нетрезвую, что она уже где-нибудь там спит или лежит, ни на диване, ни на кровати, где-то, что её нужно будет перенести на кровать, побыть с ней рядом, посмотреть, чтобы с ней всё было хорошо, убрать разбитое или что-то, что не убрано было, бутылку какую-нибудь. И вот такое состояние некой депрессии, которое, естественно, от Биргит передаётся Каспару через опыт общей жизни. Мы тоже его чувствуем. Но в этот раз, когда Каспар приходит домой, не обнаруживает Биргит в обычных местах. Он думает, что она спит, идёт кушать. Но в конце концов он находит её в ванной, наполненной ванной, и понимает, что она умерла. Не знаю, почему, кстати, в этой вот книге написано... И вот где это было написано? Видимо, в той части, которую я выкинула. Да, вернувшись домой, Каспар обнаруживает жену в ванной, и она покончила с собой. Я не совсем понимаю, почему в аннотации написали именно вот эту версию, потому что, на самом деле, в книге мы до конца и не знаем. Действительно, она покончила с собой. Возможно, она просто в состоянии опьянения не могла контролировать себя и утонула в этой ванне, потому что никаких там записок каких-то предсмертных, ничего не осталось. И наоборот, Каспар даже мучается этим вопросом. Он как бы задаётся им, не понимает, что случилось на самом деле. Поэтому не знаю, почему так решили написать здесь. Ну, да ладно. Возможно, я что-то упустила. Скажите, пожалуйста, мне. Может быть, вы заметили момент, где это было прям упомянуто. Но у меня создалось впечатление, что на самом деле это было не раскрыто. После смерти жены произошло довольно сумбурно. Каспар, естественно, в полном отчаянии. Он не знает вообще, что ему делать. Он пытается каким-то образом нащупать связь со своей умершей женой. Поэтому он идёт в её кабинет, где она писала книгу. Ну, как бы писала книгу. Она ему никогда не открывала её, никогда не показывала какие-то рукописи. Он всегда отказывалась как-то, отмахивалась от него. Поэтому он немножко был уязлён этим. Он идёт в её кабинет, опережит её бумаги, что-то покопается в её компьютере, находит какую-то кипу, распечатывает с компьютера и начинает читать. И он находит часть этой рукописи, которая на самом деле не некая книга, а скорее автобиография или такой дневник. Это все мысли, выложенные на бумаге, в которой Биркетт рассказывает о том, на самом деле, как она чувствовала себя, когда она была в Восточной Германии. Описывает момент, когда она познакомилась с Каспаром. Описывает свою жизнь и чувства после одного такого большого момента. Оказалось, что в момент, когда она познакомилась с Каспаром, она была беременна. Это было незаметно, но она была на определённом сроке. Как вы понимаете, бежала она уже без ребёнка, потому что за то время, пока Каспар и Биркетт были знакомы, пока они там общались, это было не месяц-два, и она уехала в Западную Германию. Это было большее какое-то время. Она за это время успела, в общем, родить. И этого ребёнка она попросила свою подругу отдать, подкинуть в ближайшую церковь или там ещё какой-то приют. И постаралась не думать об этом. Но, естественно, не думать она об этом не могла. Она всегда мучилась этим вопросом, всегда задавалась, а что случилось с её ребёнком. Вдруг она в детдоме, вдруг она стала трудным подростком или попала в какой-нибудь трудовой лагерь. Она собирала материалы, всё время смотрела на фотографии, фотохроники, как мы узнаём из её рукописи. Всё время задавалась вопросом, могла ли она что-то сделать. Чувством вины пронизано всё описание того, что она сделала. При этом она понимает, что как будто по-другому поступить она не могла, и она не могла бы остаться. Она как будто не жалеет об этом решении. Но она очень сожалеет о том, что этой дочери нет с ней сейчас. И она даже задаётся такой цель и думает, ну вот, может быть, мне написать твоё подруге, куда же она всё-таки подкинула ребёнка? Может быть, мне съездить и поговорить с ней? Может быть, мне съездить поговорить с пастором церкви, куда, возможно, подкинули её? Но так она этого и не делает, и не успевает. Чувства Каспара в данном случае нам не особо описаны. Я ждала какого-нибудь абзаца, где он говорит, что он в шоке, что как там она могла, допустим, ускрыть от меня. Но как-то это, знаете, было всё так мягко. Совершенно я не помню того, чтобы он описывал свои чувства, свой шок какой-то первичный. Нет, он сразу переходит к делу. То есть никакого момента осмысления вот этой информации как будто бы нет. Ну да, он понимает, что был такой большой секрет, который она от него скрывала всю жизнь. Возможно, это стояло между ними в их отношении, что она никогда не могла рассказать ему. Но вот мне не хватило немножко чувств обратной связи от Каспара. Он решает, что за свою жену умершую он должен пойти и разыскать эту дочь. Он отправляется к подруге той давней в Восточную Германию. Ну, теперь уже просто в те места, где была Восточная Германия. Находит её, узнаёт, куда на самом деле делась дочь и решает отправиться к ней. Да, сначала он отправляется к родителям, как бы приёмным родителям. И там он понимает, что такая же вот как была мама, такая не могла найти себе место в этом мире, такая же получилась у дочь. Каким-то образом отпечаток на ней остался, хотя она и не знала, что она там приёмная какая-то, да, неродная. И в конце концов Каспар, очень странный, конечно, тоже, он заезжает в какую-то деревеньку там, пытается найти какую-то связь между неонацистами, с которыми связалась дочь в молодости. И она продолжала как-то с ними жить и пытается по вот остаткам каким-то этой политической группы найти, где она может быть. В итоге у какого-то деда спрашивает, а где вот был какой-то там мужик, который собирал всех, хотел поселение сделать. И он ему указывает, он туда приезжает, и вот она. Он думает, так это же вот она, вот она, дочь Бергит. И вот на этом моменте, сразу скажу, для меня наступает в этой книге до и после. До, где мне всё нравилось, как написана она. Мне очень понравился вот этот кусок рукописи, которую сделала Бергит о своей жизни, рассказывала. Очень понравилось. Очень всё пронизано чувствами. Каспар сам тоже свои чувства описывал. Всё очень интересно, всё очень глубоко, всё очень чувственно. Но вот с момента, как только он пошёл искать дочь своей жены, вот с этого момента что-то пошло, всё как-то скомкало немножко. Знаете, там получилось так, что он видит эту женщину, он даже у неё толком ничего не спросил, она просто выходит из дома, и он уже решает, что это она, что это дочь его жены. Даже, по сути, реально между ними разговором, как бы, чтобы подтвердить это, не состоялось. Он просто решает, и, ну, как бы, само собой разумеется, что это она. Ну, как бы, не верю. Ладно. Оказывается, что действительно она. Хорошо. Просто неправдоподобно как-то описано. Её зовут Свеня. Ей уже около 40 лет. Она такая Матроной стала. Замужем за таким, каким-то идеологически, очень пропитанным человеком, мужиком, мужчиной Бьёрном. Они входят в общину неонацистов, которые придерживаются крайне правых взглядов. Всё ещё верят в свастику, в то, что немецкий народ, да, должен быть на первом месте и так далее. Они очень сильно против иммигрантов, против каких-то отхождений от традиционного общества. В общем, крайне правые, настроенные элементы. Получается, что Свеня и сама по молодости связалась с такими людьми, и, в общем, уже Лавты с такими людьми вышли замуж за человека, который верит вот в возрождение великой немецкой нации, да, что без иммигрантов, без каких-либо других элементов, которые им не нравятся в обществе. И свою дочь она тоже так воспитывала. Ей около 15-16 лет. Её зовут Зигрун. Мне немножко тоже непонятно было и как-то обрывисто получилось вот этот момент знакомства с Зигруной и Каспарной, когда она вдруг пропиталась к нему какой-то любовью, что ли, или симпатией, потому что, по сути, она подросток. Подростки, наверное, везде одинаковые. Я уж не знаю, насколько там было другим воспитанием, но она показывает какое-то неестественное поведение, которое мне, по крайней мере, не знакомо. Она просто встречает его на пороге и говорит, «Пойдём ко мне в комнату, я тебе покажу». Обычно так поступают, наверное, дети лет 6-7, когда они хотят что-то там показать, похвастаться. Опять такое слегка странное немножко действие, что Каспар переключает своё внимание и вообще переключает своё внимание по всей книге оставшейся с Свенни, дочке Биргит, которая, по сути, она вот и искала, которая её тянула, на внучку Зигрун. Что странно мне показалось неконсистентным в сюжетной линии. Во-первых, Зигрун, он встречает на середине книги, а книга у нас называется «Внучка». То есть первую половину книги мы об внучке вообще ничего не знаем. И второе, что мне показалось странным, насколько легко и быстро выкинулось с Веня из повествования. Она не то чтобы уходит, нет, она просто является не то что второстепенным каким-то персонажем, просто третьестепенным, как будто совершенно неважная. Каспар как-то на неё даже внимания не обращает, а как-то совершенно мимо проходит. Вот этот вот скачок от дочки к внучке, он получился непонятным для меня. И с этого момента Каспар задаётся идеей, что ему нужно спасти Зигрун из вот этой идеологической, какой-то политической, ну не знаю, как для него является секта, может быть, как он расценивает так. Он говорит, придумывает условия, что как будто бы Бьорна, естественно, для его там высших целей интересуют деньги. Он говорит, ну может что-то оставила мать, значит, с Вене, после смерти какое-то наследство, завещание. Каспар говорит, да, завещание было, что внучка должна оставаться в летние каникулы, там весенние каникулы, во всяких каникулах, по неделе у меня проводить время. И тогда каждый год до совершеннолетия мы будем выплачивать вам определённую сумму. Он это всё говорит, что во-первых, это нигде не упоминалось, во-вторых, да, мы потом узнаём, что это он сам подпридумал немножко, но это никак не описывается. Автор никак не намекает на это в момент повествования и изложения этой идеи про завещание, про деньги, про то, что Зигрун должна у него оставаться. И у тебя такой какой-то диссонанс лёгкий, потому что ну о внучке-то Биргит и не знала, и при этом ты не понимаешь, что творится в голове у Каспар, потому что это не описывается нам, не показывается. Вот, опять какое-то такое отрывчатое получилось повествование, но оно и начинает так идти, как-то странно, немножко какими-то мазками широкими. Но в итоге ради денег соглашаются Бьорн и Свеня, чтобы Зигрун, 15-летняя девочка, уезжала на неделю, на две недели к незнакомому 60-летнему мужику, который никакого отношения к ней по сути не имеет, кровного родства с ней не имеет. Это ещё одна странность. Но денег-то они хотели, но что им дочка была не мила, как они могли отпустить её к нему. Они просто больше беспокоятся о том, чтобы он в городе, в Берлине, куда Зигрун будет к нему приезжать, не пытался навязать ей ношение джинс, какой-то книги, которые там будут поручить нацизм и так далее. Ещё один момент, который показался мне странным. И в дальнейшем там идёт тоже повествование, которое описывает, как Зигрун приезжал несколько раз к Каспару и как они проводили вместе время, как он пытался спасти её каким-то образом и что из этого в общем вышло у него. Скажем так, что какие-то ощущения от этой книги получились двоякие. Как я и говорю, если разделить её пополам, то первая часть мне очень понравилась. Я её читала на одном дыхании с таким чувством, что описывается что-то душесчипательное, что-то очень трогательное. Это тоска Биргит по Восточной Германии и то, как она не могла найти своё место в этой жизни. Вообще вот такая тема раскрывается. Того, как человек не знает, где он принадлежит, чему он принадлежит в новом обществе, в который она как бы влетела. Рукопись Биргит — это вот это самое ценное, самое вкусное, что мне понравилось в этой книге. Мне кажется, оно шедевральное, оно просто превосходно. Но вот вторая половина книги, которая получилась более обрызистая, как будто наспех как-то написана и совершенно не похожа на первую часть, где мы всё хорошо, качественно, добротно узнаём. Но во второй части это всё как-то пошло так, как скоростной поезд, какие-то мысли, предложения, слова, события. Я не успела проникнуться вот этой любовью между как бы дедушкой и внучкой. Эта часть, она не заставила меня инвестировать свои чувства в повествование. Под конец мне больше понравилось. Там персонажи начали больше описываться, поподробнее чуть-чуть, но это было буквально на 30 страницах, может быть. Вроде как, конечно, впечатление тоже хорошее получилось, но вот этот кусок именно взаимоотношений на начальном этапе, в середине, ради кого назвали эту книгу, мне показалось неубедительным. Я бы не сказала, что я не советую её читать. Читать её однозначно стоит, потому что мне, безусловно, понравилась и та тема, которая затронута. Она описывает эмигранта, частично-частично человека, который, да, оторван был от своей среды, от своей родины. Она описывает человека, который ищет своё место в этом мире. Как Биргит перебрала там множество профессий, множество каких-то занятий, хобби, пыталась там уехать даже, там себя искала, в других странах. Мне понравилась, как описана нерешительность и в Биргит, и в Каспаре, и к чему она приводит. В том, что и Биргит как-то в поисках своей дочери проявляла крайнюю степень нерешительности. И у Каспар точно так же. Эта нерешительность в его попытках спасти Зигру от этой идеологии нацизма, неонацизма, она тоже очень ярко прослеживается в том, как он боится в открытую с ней поговорить. Открытые, честные, смелые действия дали бы большие плоды, чем вот такая нерешительность и постоянное такое оглядывание назад, которое продемонстрировали два главных героя. И упоминается, что Шлинг посвящает в своих книгах много места в теме вины людей, вины за то, что сделало то поколение Германии, которое было в 30-е и 40-е годы, и последующее поколение, поколение второе, послевоенное, которое как бы несёт эту вину за своих предков и осуждает их одновременно. И это тоже прослеживается, размышления на эту тему. И, конечно, ещё одной темой является такое историческое значение вот это разделение общества на восточную и западную Германию, на две разные идеологии, какими разными были люди, и что после слияния двух Германий получилось так, что люди с социалистическим образованием, дипломами, бэкграундом, они оказались в новой стране либо ненужными, либо абсолютно потерянными. Тоже вот в данном контексте рассматривается, как происходят такие болезненные для нации процессы, как разделение и потом слияние как будто двух разных миров. Поэтому с точки зрения описания всех этих тем книга просто шикарная. Мне понравилась, она заставила меня задуматься, и несмотря на то, что были какие-то у меня претензии к сюжетной линии общей, именно вот эти философские проблемы, они заставят меня дать положительную оценку этой книги. Поэтому я предлагаю вам самим оценить, что же в этой книге достойно. Внимание! Возможно, вам больше она понравится, чем мне, а возможно, меньше. Но мне кажется, что каждый составит какое-то свое впечатление. Читается она нереально легко, что первая, сто вторая часть действительно у меня просто в лед уходили по сто страниц. Поэтому я думаю, что нет никаких препятствий взять и прочитать ее и посмотреть, какие чувства она у вас вызовет. Буду очень рада, если вы оставите свои отзывы и комментарии на эту книгу или, возможно, книги другие у этого автора. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, ищите меня в соцсетях, есть ссылки в описании и до новых встреч. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова